В небе над Волгой то там, то тут часто видят странные летающие объекты, мало похожие на творения рук человеческих. Это уникальное видео было снято поздним вечером 27 марта 2005 года. Над одним из домов в автозаводском районе города Тольятти появился необычный светящийся объект. На некоторое время он завис, а затем стремительно скрылся из поля зрения. Но очередной факт появления НЛО в Самарской области никого не заинтересовал. Осень 2012 года. Во время прогулки в одном из недостроев Тольятти местные подростки столкнулись со странными людьми. Несколько человек спешно складировали какое-то оборудование, очень напоминающее процессоры от компьютеров. В принципе, ничего сверхординарного. Мало ли для каких целей могли использовать одну из заброшенных строек местные предприниматели. Однако именно после этой вечерней прогулки по заброшенной недостроенной высотке подростки резко изменились. У родителей, скажем так, по косвенным признакам поняли, что с их детьми что-то произошло. Потому что обычно веселая такая группа, достаточно взрослые ребята, как бы не замечены были ни в каких особенностях. И вдруг они перестают встречаться вечерами, вдруг они сидят все вечера дома. Так что же произошло осенью 2012 года в Тольятти, буквально в 100 километрах от Самары, негласной столицы отечественной космической индустрии? Что так напугало молодых людей? В общем, мы поздно вечером гуляли по улицам и решили вот зайти в этот дом. Ходили, ходили, я не знаю, набрели вот на эту комнату. Тут какие-то ходили странные парни, я не знаю, они перетаскивали какие-то, то ли какие-то компьютеры, я не знаю, какую-то аппаратуру. Что-то вообще очень странное. Подростки более года отказывались с кем-либо обсуждать эту встречу. И только теперь ребята смогли вновь прийти на место происшествия в тот самый недострой. Вот что они рассказывают. Да, мы были в шапке, в пальто, но тут как бы из окон дул горячий воздух. И было достаточно горячо в комнате. Поначалу на такую температурную аномалию ребята не обратили внимания. Они задержались в помещении. Сработало банальное любопытство. Вокруг было огромное количество навороченной техники. Мужчины в комнате не обратили внимания на ребят, как будто бы их и не было. И то ли один, то ли поднял какую-то тяжелую коробку, то ли, я не знаю, компьютер. Но у него на руке разошлась кожа. И оттуда начала появляться то ли вторая рука. Я сначала подумала, что мне это просто показалось. Посмотрела на ребят, у них просто вот такие глаза. Мы рванули, рванули, убежали отсюда. Просто и больше не возвращались. На самом деле помещение тут очень жутковато. И даже сейчас, даже сейчас тут находиться не особо приятно. Дрожь, беда. Поверить в достоверность рассказа сложно. Больше похоже на детские фантазии. Однако буквально через несколько дней одной из очевидцев этих событий Лене стали сниться странные сны. Почти каждую ночь во сне она вновь и вновь приходила в тот самый недострой. Видела странных людей, которые возятся с компьютерами. И что самое страшное, Лене каждый раз, как наяву, снилась рука, кожа на которой лопнула, и из нее появлялись провода. Вставала ночь и начала зарисовывать все картинки, которые мне снились. Вот так вот там вылезла? Да, да, да. Ну, да. Примерно так. Ну, только страшнее. Ну, это было, конечно, страшнее намного. Мы показали эти рисунки психологу, который специализируется на работе с подростками. Что объединяет эти картинки? Что лицо на одной картинке похоже на лицо другой. То есть достаточно хорошо человек запомнил то, что он увидел. И прямо в деталях вот мы видим там черты губ, и размеры, форма глаз, они везде повторяются. Психолог уверен, что ребята верят в то, что рассказывают. Подростки действительно встретили инопланетян. Случайный контакт с замаскированными под людей пришельцами далеко не первый. У нас были случаи, когда появлялись и одиночные субъекты, и группы людей, скажем так, в кавычках. Исследователи предполагают, что представители инопланетных цивилизаций наблюдают за землянами. И даже внедряют своих на космические предприятия. Однажды крупный инженер, знакомый мой, сказал, «А вы знаете, Иванович, вот на таком-то заводе работают два инфильтранта. И их задача – способствовать инженерным разработкам на наших космических заводах». Инфильтрантами называют существ, по внешнему виду не отличающихся от человека. Они являются представителями неземных цивилизаций, которые тщательно маскируются под землян. Получается, что именно с этими инфильтрантами столкнулись тольяттинские подростки на бывшей стройплощадке. Самые первые упоминания о внеземных субъектах, маскирующихся под внешний облик человека, в Самарской области относятся к 17 веку. Легенды рассказывают о старцах, которые неожиданным образом появлялись на берегу Волги. Их видели и в 20 веке. Уфологи и местные краеведы считают, что эти старцы – представители инопланетных баз, которые находятся на территории Самарской луки. Некоторые исследователи считают, что Жигулевские горы имеют внеземное происхождение. Жигулевские горы и Самарская лука не являются чисто природным феноменом. Это уникальная геомашина. Как в Дубае геомашина, она нуждается в определенном обслуживании и ремонте. Это обслуживание и ремонт возложено на таких существ, которые впоследствии в 18-19 веке в народе получили название «подземными старцами». Эти инопланетные базы появились в районе Самарской луки несколько столетий назад. Поэтому вся история края пестрит рассказами об аномальных явлениях. Дело все в том, что Самар – древний город. И он не случайно на этом месте в Средней Волге возник. Еще проект Токтамыши там давно было. То есть с точки зрения геоактивных районов, телурических токов, тектоники и так далее, то есть некой энергетической структуры Земли, место очень хорошее. В начале 20 века, в разгар Первой мировой войны, в Самарской губернии стали появляться неопознанные летающие объекты. Когда появились первые сведения о том, что житель губернии видит какие-то странные объекты, шары, но и они их называли светящиеся аэропланы, первое, что пришло в голову жандармам, это значит, где-то рядом находятся вражеские ангары, где супостаты, денные и ночные, летают над губернией, исследуют всевозможные стратегические объекты. Линия фронта во время Первой мировой войны находилась за несколько тысяч километров от Самары. И в ближайшей округе никаких аэродромов в то время не было. Вражеские аэропланы никак не могли сюда долететь. Однако, опасаясь шпионажа за военными объектами, а в то время в Самаре базировались заводы по производству оружейных снарядов, жандармерия срочно была брошена на поиски тайных аэродромов. Вот уникальные документы, рассказывающие о непонятных летательных аппаратах. В районе округа, очевидно, есть летательные аппараты. Неоднократно ночью замечены полеты в районе заводов. Прошу принять меры к обнаружению аэропланов. При возможности стрелять по летательным аппаратам. Прошу предложить это делать стражникам. Летчиков арестовывать. Распоряжение в этом довести населению. Все окрестности Жигулевских гор, в том числе и Ширяевские штольни, были исследованы досконально. Проводились беседы и с местным населением. Жандармы опрашивали население. Видели вы аэропланы? Отвечали. Нет, батюшка, что такое аэроплан, мы не знаем. Зато вот тут всякие звезды летают с хвостами. Это вот этого добра навала. Эти события были тщательно описаны начальником жандармского управления Самарской губернии на пяти листах машинописного текста. По пунктам он перечислил все события, связанные с появлением странных летающих объектов. Первое. Все эти светящиеся аэропланы летали исключительно ночью. Или в большей степени ночью. Они освещали местность, как он называл, прожекторами. Второе. Эти аэропланы летали там, где не было скопления войск. То есть в стратегическом отношении эта территория не представляла никакого интереса. Жандармского начальника удивили рассказы местного населения о странном летающем горшке, который упал с небес в лесную чащу, как раз в Жигулевских горах. Эта легенда передавалась из уст в уста местным населением, как нечто сакральное, таинственное. Эта история интересна тем, что там упоминается, что невежественные крестьяне решили, что это не просто горшок, а горшок, набитый золотом. Естественно, местное крестьянство не могло себе представить какого-либо другого предназначения летающего горшка. Но исследователи аномальных явлений Самарской Луки в описании этого мифического объекта обнаружили сходство с частью ракеты. На сегодняшний момент это наиболее близко к верхней части ракеты, запускаемой в космос. То есть вот такая вот обтекаемая форма, то есть это не классический горшок, а вот третья ступень, выводящая из космос космического аппарата. И да то, что ныне последователи падают астрономию, приписывают как объекты, на которых летают представители древних сюрпризаций. Скорее всего, местные жители видели не что иное, как инопланетный корабль. С какой целью прилетали гости из космоса? И еще после падения так называемого небесного горшка в Жигулевских горах в районе Ширяевских Штолен стали происходить аномальные явления. Их наблюдают и сегодня. Ну, какие-то аномальные явления, вот мне известные, это свечение, допустим, внутри Штолен. При полном отсутствии света дневного, там происходит появление каких-то световых пятен, шаров, каких-то излучений. Вот здесь, в одной из Штолен, Ольга Фадеева наблюдала появление светящихся мерцающих шаров. Этот феномен видели и другие члены экспедиции. Мы выключили все фонарики, чтобы окончательно погрузиться в полную темноту. И вдруг перед нами, перед нашим взглядом, через 2-3 минуты начали появляться светящиеся небольшие пятна. Они были разноцветные, яркие и размером небольшим, наверное, с 5-копеечную монетку. Вот эти пятна перемещались очень медленно на уровне наших глаз, в воздухе. Игорь Павлович вспоминает историю, которая в 90-е годы прошлого столетия потрясла всех. Во время одной из исследовательских экспедиций внутри лабиринтов Жигулевских гор его товарищ неожиданно для всех пропал. Мы его подсадили, буквально на руках подняли. Он был самый маленький, самый худенький. И затем он, перегнувшись, туда уполз. Какое-то время оттуда сыпались камушки, были еще видны оцветы фонаря. Затем минут через 10-15 все это прекратилось. Началась паника. Никто не понимал, куда мог пропасть их друг. Ведь, по предположениям исследователей, второй уровень штолен мог быть не дальше 5-8 метров от основных пещер. Когда прошло примерно около часа, а все это время мы находились непосредственно в этой штолне, мы не уходили из нее никуда. Мы не уходили даже от этой дырки. Мы заволновались, потому что, ну, самое печальное было предположить, что какой-то камень повернулся, его там прижало. Исследователи решили отправиться за помощью в ближайшее село, чтобы снарядить спасательную экспедицию. Но в тот самый момент, когда уже планировали начинать спасательную операцию, в пещеру вбежал один из их товарищей. Он и рассказал о том, что пропавший уже давно в лагере. Андрей уже в лагере. И самое интересное, что он не пришел не со стороны Штоден, а пришел со стороны карьера богатырь, который находится очень далеко от этого места, и даже на машине здесь надо ехать минут 15, чтобы преодолеть это расстояние. А он, согласно его рассказу, преодолел это расстояние буквально за 10 минут, пройдя сквозь толщу горы. Очевидно, что исследователь совершенно случайно попал в энерговременной портал. Возможно, в штольнях находятся некие полости, ну, с каким-нибудь там, я фантазирую, кварцевым песком, которые создают эффекты, облегчающие этот переход, ну, типа порталов. Но есть другая версия. В глубине Жигулевских гор находится мощнейший энергоресурс, позволяющий открывать временные порталы между мирами. Исследователь попал в транспортный коридор, которым пользуются представители внеземных цивилизаций. Или там находится еще не найденный, может, никогда не будет найден некий прибор по-нашему, артефакт какой-то. Ну, таких порталов, может быть, очень много, не только, конечно, в Самаре. Попытки исследовать аномальные явления в Ширяевских штольнях проводились еще в советские времена. Естественно, происходило все под грифом «Секретно» и под пристальным вниманием Комитета государственной безопасности СССР. Эксперименты проводили прямо в самих пещерах, под горой Стрельня, с вершины которой просматривается и Самара, и Тольятти. Эти города расположены на противоположных берегах Волги. Людей с помощью гипноза погружали в глубокий транс. И после выхода из этого состояния они рассказывали удивительные вещи. Например, одна из девушек рассказывала вещи, о которых мог знать только Королев. Специалисты слушали магнитофонные записи и говорили, что эти вещи уровня гениев. Она все это говорила кратко, сжато. По всей видимости, были какие-то специально подписанные бумаги в свое время. Но тем не менее, вот факт остается фактом. Ширяевские Штольни, они в разное время, раньше, по крайней мере, они привлекали внимание исследователей, не только уфологов, но и специальных служб российских. По данным исследователей, базы пришельцев разбросаны по всей планете. Все они находятся под землей. Такой же странный объект, как в Жигулевских горах, исследователи обнаружили на Дальнем Востоке, в старом оборонительном форте. Этими вопросами занимались военные. И все эти тайны, так сказать, скрытые под грифом секретно и совсекретно. Множество очевидцев говорили, что видели начало этих подземных ходов, которые вели куда-то вдаль, в полусумрак, полузатопленный и т.д. и т.п. Но, чтобы пройти с фотоаппаратом, с видеокамерой, и как-то это фактически задокументировать, пока никому не удалось. Глубина подземной части форта более 30 метров. Самые глубокие тоннели, куда не пускают посетителей, смыкаются, по словам смотрителя, с древними тоннелями. Григорий Бурмистров, исследователь аномальных явлений Дальнего Востока, ведет нас вниз. Мы спускаемся в самый нижний сектор, который называется кофр, в соединении с контр-минными галереями. Самая загадочная область. Там имеются два необычных места. Оба практически не исследованы. Тут внизу находится тоннель, которого нет на схеме форта. Григорий считает, что этот подземный ход может вывести на космическую базу. Вот здесь идет в разные стороны направление коридоров. Центральный коридор заканчивается глухой стеной из скалы и колодцем. Вот колодец служил для того, чтобы принимать фугас. И если близко противник копал, от взрыва и сотрясания почвы его тоннель должен был по проекту завалиться. Но есть такой же коридор, который заканчивается таинственной стеной. Очевидцы рассказывают, что именно в районе этого старого форта, который инопланетяне используют в качестве одной из наземных баз, постоянно видят НЛО. Обычно неопознанные объекты появляются над сопками, там, где расположены действующие воинские части. Первый объект я наблюдал, вот где станция «Орбита-2», старая телеприемная станция со спутника, 31 января 1978 года, 20 часов 30 минут вечера. И здесь мы за лето пронаблюдали вот несколько десятков случаев, причем довольно близко. и уже начала составляться специальная картотека направления полетов и так далее. То есть взялись за это дело серьезно, по-научному. Установить контакт с представителями внеземных цивилизаций пытались как наши спецслужбы, так и спецслужбы Соединенных Штатов Америки. Есть предположение, что американцам это удалось. Инопланетяне дали нам некие технологии, которые позволяли защитить прорыв в нашей связи, в приборах и так далее. Ну, имеется в виду чипы, имеется в виду лазер, имеется в виду оптоволоконные оптики и так далее. И благодаря тайному союзу между правительством президента Эйзенхауэра и представителями пришельцев произошел существенный технологический скачок на Западе. С моей точки зрения, именно благодаря воздействию неизвестных разумных сил, каких мы не знаем, происходит действительно развитие цивилизации, взрывное развитие компьютеризации, сетевых технологий, так сказать, невидимых там самолетов. Масса других инженерных решений. Именно американцы совершили первый и единственный полет на Луну. За ним внимательно следили не только мы, но и наши соседи по космосу. Они вели наблюдение за всеми действиями американских астронавтов. 21 июля 1969 года. Луна. Море спокойствия. Повторите ваше последнее сообщение. Я говорю, что здесь другие космические корабли. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. Повторите, повторите. Позвольте нам задировать эту сферу. 625 в пяти. Автоматическое реле соединило. Мои руки дрожат так сильно, что я не могу ничего делать. Снять это? Боже мой, если эти проклятые камеры заснимут что-нибудь, что тогда? Можете ли вы заснять что-нибудь? У меня больше нет пленки под рукой. Три выстрела с тарелки или как там эта штука называется, испортили пленку. Восстановите контроль. Они перед вами. Слышны какие-нибудь шумы с НЛО? Они приземлились здесь. Они здесь и они наблюдают за нами. То, что видели на Луне американцы долгое время было секретной информацией. И только в середине 80-х годов прошлого столетия мир узнал, что же произошло на самом деле. Американские астронавты наблюдали работу гигантских землеройных машин на обратной стороне Луны. Гигантские конвейеры, которые перебрасывают Землю там. То есть вот какая-то бурная деятельность идет там. Какой-то другой цивилизации. Весь мир смог увидеть эти секретные кадры, снятые астронавтом Эдвином Олдрином на окололунной орбите. Два светящихся шара объединяются. Затем из них появляется хвост, который постепенно втягивается обратно. Во всяком случае, на Луне зафиксированы какие-то странные шумы. Шумы, похожие на работы гигантских механизмов. Это фиксируют сейсмографы. Потом какие-то постоянно действующие высокочастотный звук идет изнутри Луны. В 1990 году международная уфологическая организация ИКУФОН направила Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву письмо от помощника Нила Армстронга. В нем говорится, когда Аполлон-11 начал снижение над Луной, на краю кратера приземлились три НЛО диаметром от 15 до 30 метров. Из них высадились инопланетяне в космических скафандрах. Внутри Луны имеются гигантские полости. Возможно, там огромные пещеры имеются. Эти пещеры могут быть использоваться какими-то существами, которые обитают на Луне. Вероятно, именно это и стало основной причиной сворачивания лунной программы. Сначала американцами, а потом и Советским Союзом. Не думаю, что в Америке была нехватка денег, потому что это стратегическое направление космонавтика и исследование космического пространства. Поэтому, если даже весь народ будет в нищете, но космонавтика потребует каких-то средств, поверьте, найдут. Потому что результаты исследований, деятельности человека или страны в космосе, они потом все компенсируют. По сути, допуск землян на Луну скорее всего стал проверкой, способны ли мы с уважением относиться к космосу. То, что американцы и не раз в районе Луны наблюдали то, что мы называем НЛО, то, что при высадке уже первой лунной миссии они встретились с чем-то необычным во многом, во многом, отвратило американских думающих, ученых, политиков и так далее от продолжения этой лунной миссии. Братья по разуму сыграли с человечеством злую шутку. Сначала они помогли землянам сделать технологический прорыв и вырваться в космос, а затем попросту преградили дальнейший путь. Мы еще в космос и не вышли. А те попытки, которые были, ну, например, с Марсом, ну, половина, примерно, запусков на Марс и американских и наших еще больше неудачны. Почему? Зачем в космос на чужую планету тащить ядерные батарейки, какие-то вирусы из Земли? Зачем сверлить чужую планету? И мягко, очень мягко, нам по рукам дают. То команда какая-то не та послала на борт, и станция заглохла, как было с Фобосом спиром. Возможно, инопланетяне не только не пускают нас в космос, но и контролируют наши техногенные объекты. Яркий пример Фукусима. Ну, это ведь не только радиация пошла в космос, там же тектонические какие-то изменения пошли. Мгновенно они там появились и много, мгновенно. Вот в то время тогда напряженность ситуации после этого уменьшилась, сгладилась как-то. Это контроль и, так сказать, маленькая помощь. Я всегда провожу, например, вулкан вот этот в Исландии. Дымил жутко там над Европой самолеты не могли летать. Появился НЛО и вулкан затих. Так называемые НЛО частенько попадают в поле зрения обычных людей. Видят летающие тарелки простые обыватели, те, кто никогда о существовании внеземного разума даже и не помышлял. Машинист электровоза из столи и сызрани. Это все в зоне Самарской Луки на издучине уже к югу и с дрожащим голосом рассказывают. Однажды я маневрирую, перегоняю там порожняк на станции Октябрьск, не доезжая сызрани. И вдруг над моим локомотивом завис вот такой диск с огнями. Я притих, даже почему-то остановил локомотив, сверху прогремел удар по локомотиву, я испугался до потери сознания, спрятался, выглянул вот такое идет излучение от этого объекта. Это был 1974 год, 14 октября. Реальный фактический случай. Наблюдала масса людей. Наблюдатели из космоса часто видят в местах стратегического назначения. Над железнодорожными станциями, около оборонных заводов, над аэропортами. Еще однажды на наш клуб пришел бывший авиадиспетчер аэропорта Курумыч Петров. Он рассказал о пролете в 62-м году, 20-го века, как говорят, над посадочной полосой аэропорта неизвестного диска. Мы все были ошарашены, не произойдет ли какой-нибудь катастрофы с самолетами. Но он спокойно прошел над посадочной полосой и ушел. Кажется, что вся Самарская область находится под контролем внеземных цивилизаций. Ранним утром 22 июля 2005 года жители одного из домов автозаводского района города Тольятти, собираясь на работу, были ошарашены видом из окон. Прямо напротив их квартала, через шоссе, на поле, где еще вчера колосилась гречиха, появилась огромная пентаграмма. Странные круги диаметром более километра. Круги это действительно проявление или там следствие проявления разума некого, который нас учит, который подбирает с нами алфавит общения. Считая нас не безосновательными, но просто младенцами, он передает нам самые элементарные вещи, а мы все думали о каких-то посланиях. Тольяттинская журналистка Елена Семаева первая оказалась в то утро на месте происшествия. Она вместе с оператором сделала уникальные видеокадры того самого послания из космоса. Случилось это в ночь с 21 на 22 июля. Сначала вообще не поверили, когда разнеслась молва по поводу того, что на Гречишном поле возникли инопланетные круги. Как же, как в Англии круги? Действительно, первые круги на полях были зафиксированы в Великобритании еще в 17 веке. В современной истории огромное количество странных пентаграмм появились на сельхозугодьях Англии. Но в Тольятти круги на поле это впервые. Это где-то начиналось вот метров 10-15 отсюда, потому что в одной дороге все видели. Видели вот из того здания. Там офисные офисы были. Там они тоже видели, когда пришли, обалдели, естественно. Вот. И это шло вот отсюда где-то примерно. И пол поля, представьте себе. То есть, не доходя до того красного здания, не доходило. Жители ближайших домов рассказывали, что в тот вечер долго не могли уснуть. Было какое-то странное ощущение. Домашние животные неожиданно стали агрессивными. Собаки выли, кошки пытались найти укромное местечко в квартире. Получается, что это произошло все где-то в какой-то час. То есть, видимо, где-то в 3-4. Почему еще это время называется? Потому что мало того, что дети вот так себя беспокоят, дети, животные беспокоенно себя вели, они почувствовали еще свет. Сам момент возникновения кругов никто не видел. Однозначно они не могли быть сделаны людьми, поскольку времени для этого было очень мало. Меньше часа. Прошло, наверное, где-то полгода. То есть, гречку собрали, потому что все-таки это был продукт неинопланетного свойства. Но некоторые умельцы решили, что все-таки эта гречка теперь обладает определенными дарами. И начали продавать ее как гречку чудодейственную от всех болезней, от различных несчастья, потому что вот на нее спустилась инопланетная какая-то манна небесная. Вот та самая гречневая крупа. Анализ показал, что гречка действительно подверглась быстрой термической обработке, словно она побывала в микроволновой печи. Однако никаких чудодейственных свойств продукт не имеет. А само поле скорее всего использовали как информационный лист. Это не корабль однозначно приезжал, что есть какие-то определенные способы у инопланетян передавать нам информацию. Даже не нам, а различным цивилизациям. Есть еще одна версия возникновения этих громадных кругов. По утверждению самарского ученого, профессора Владимира Тюрина Авинского, эти рисунки след от внеземной техники. С их помощью пришельцы предотвратили техногенную катастрофу в районе Самарской Луки. Вот здесь произошел этот самый эффект кругов на полях на меридиональном поясе напряжения вот в этом узле. А рядом жигулевская дислокация и глубинный разлом. Чтобы сохранилась плотина и ГЭС, так, чтобы избежать цунами на водохранилище. Потому что в этой зоне вот такие вот глубокие разломы рассекают нашу жигулевскую систему. Вот здесь эта плотинка. То есть это попытка погасить возможное влияние подъема коры и тогда бы как по клавишам побежало это земотрясение. По одной из версий весь комплекс жигулевских гор является искусственным объектом, возведенным пришельцами несколько миллионов лет назад. Здесь находится стационарная инопланетная база контроля и наблюдения за землянами. И какие-либо природные катаклизмы им не нужны. Мы находимся в самом центре жигулевских гор на горе Стрельное. Справа от нас находится город Тадьяти, за нашими спинами город Самара, а с противоположной стороны Самарской Луки город Сызарин. Три крупнейших современных промышленных города, которые как бы окольцовывают жигулевские горы, которые являются определенной сердцевиной, образующих данное геологическое и социальное пространство. Возможно, из недр этого пространства внеземной разум и влияет на сознание тех, кто так или иначе имеет отношение к космической промышленности. Контроль за нашими попытками проникновения в космос происходит, естественно, не в нашем трехмерном, если так можно выразиться, описании мира, а в каких-то других многомерных пространствах. Ученые уверены, что не только пирамиды и мегалитические комплексы на нашей планете, но и некоторые скульптуры, стелы и прочие памятники архитектуры инопланетяне давно и с успехом используют в своих целях. Дело не в том, что инопланетяне его как антенну используют, дело в том, что таких историй уже было много. В 70-х годах прошлого столетия в одном из закрытых городков Московской области рядом с военным предприятием произошел странный случай. Возле памятника, куда приезжают кортежи молодоженов для возложения цветов, буквально за несколько дней до свадьбы прогуливалась влюбленная парочка. И вот гуляю в этом месте, под Москвой городишко такое, гуляю в этом месте, у меня жених невесты, которые скоро должны были пожениться уже, и жених исчез. Вот, нет, все. Ну, там были подняты на уши все, так сказать, в этом парке всегда все гуляли, вот, и там соседи, это все, но невеста в шоке, в трансе. Приехавшие на место происшествия сотрудники милиции ничего странного не обнаружили и решили отправить горе-невесту на психиатрическое освидетельствование. Однако врачи подтвердили полную вменяемость девушки. Тогда сотрудники МВД передали информацию об исчезновении человека в Комитет Государственной Безопасности СССР. Из КГБ приехала бригада, потом бригада привела еще ученого, там, одного, которого я тоже знал лично, который намерил, что вокруг этого памятника плотность базе-конденсата другая. А базе-конденсат, грубо говоря, это электронный газ. Ну, так, очень обобщенно. Базе-конденсат был впервые описан Альбертом Эйнштейном в рамках его квантовой механики. Основа базе-конденсата составляют бозоны, охлажденные до температуры близкой к абсолютному нулю. В таком состоянии достаточно большое число атомов оказывается сильно охлажденными. Примерно такую штуку он намерил вот у этого памятника. Ну, намерил, намерил, ну а дальше что? Проходит год с этих событий. Вот эта женщина молодая, значит, идет вспоминать своего жениха. так вот она как-то вся в печали. Ну, вот он стоит вот около этого памятника. Еще так спрашивают, какая-то ты успела переодеться? Для него времени не прошло. Тут же он появился в этом времени. Точно такой же базе-конденсат был обнаружен внутри египетских пирамид. Этот неощутимый и не входящий в таблицу менделеевый элемент в газообразном виде позволил сохраниться мумиям и всем предметам быта внутри гробниц. Он блокирует обмен веществ и, по сути, останавливает время. В древние времена возле египетских пирамид также происходили таинственные исчезновения людей. Пропадали рабы, вельможи и даже домашний скот. Легенды повествуют о том, что люди пропадали, а потом волшебным образом возвращались спустя некоторое время. Ученые считают, что древние пирамиды были построены инопланетянами для космической связи. Мощнейшие пирамидальные и станции уже действительно дальней космической связи, где сигнал шел на расстояние в несколько световых лет, это построены были египетские пирамиды. Особенности работы пирамидальных антенн отличаются от спутниковой связи и антенн вышек. В качестве главного источника передачи и приема сигнала используется погребальная камера внутри пирамиды. Именно там и стоит гранитный саркофаг. Исследователи древности считают, что объект, лежа в гранитном гробу, может принимать информацию в виде образов или звуков. Секрет этого древнего передатчика сам гранит, из которого и сделан саркофаг. В состав кристаллической породы входит слюда и кварц. Сегодня эти кристаллы широко применяются в компьютерной и космической отраслях. Пирамиды работают на сверхвысоких частотах. На сверхчистотах. Но чтобы принести полезный сигнал, на эту сверхвысокую частоту подгружали еще и низкочастотный сигнал. То есть наш разговор, речь, вот для этих вещей служил саркофаг. Все пирамиды, которые были построены при известных современному человеку цивилизациях, расположены вдоль северного тропика. Между всеми сооружениями равномерное расстояние 18 градусов. Весь комплекс древних строений есть не что иное, как система пирамидальных антенн, которые с древних времен используют инопланетяне. Если все остальные пирамиды это обычные станции дальней космической связи, которые были нацелены на ту планету, на ту, на четвертую, пятую, десятую, тридцатую, пятидесятую, то пирамида Хеопса у нее совсем другая функция. Она кроме того, что могла быть обычной станцией дальней космической связи, у нее основная функция была ретранслятор. Когда Самара еще имела название Куйбышев, среди населения города начался сбор денег на первый в городе народный памятник «Человек с крыльями». Монумент славы доминанта основной нашей парадной Самарской площади славы. Сам монумент собирался фактически монумент, который построен на народные деньги. Это самая высокая точка. Возможно, эта стела в народе, прозванная Паниковский с гусем, тоже используется инопланетянами в качестве ретрансляционной антенны. Если присмотреться внимательно к конструкции самой скульптуры, очевидно, ее сходство с антеннами, которые используют военные, то есть мачта и разветвление на конце. Посмотрите внимательно, крылья, лежащие на руках металлического человека, как раз и создают эту самую форму. Памятник этому человеку с крыльями, они являются не просто элементами современного городского дизайна, а являются передатчиками, которые посылают сигналы в космос. Мы взяли пробу металла у основания постамента, чтобы выяснить степень накопления электромагнитного поля в самом памятнике. Для этого понадобилось сделать небольшой соскоб нескольких частиц. Результаты исследования подтвердили, постамент «Человек с крыльями» неоднократно подвергался мощнейшему электромагнитному излучению. Это говорит о том, что объект постоянно используется в качестве антенны, причем очень мощной, для передачи сигнала на гигантские расстояния. На площади Славы стоит у нас знаменитый Панюковский с крыльями. Вы обратили внимание на его форму. На самом деле он используется как антенна для передачи сигналов в космос и для получения сигналов из космоса. Очень интересная форма памятника. Фактов исчезновения людей возле памятника зафиксировано не было. Однако аномальные явления в этой зоне в центре города вблизи здания правительства Самарской области происходят с завидным постоянством. Вокруг него часто повышенный электромагнитный фон. И на самом деле вы обращали внимание, может быть, во время, когда светит солнце яркое, днем памятник смещается на 5 сантиметров, а ночью он возвращается в свое обычное положение. Наивысшую электромагнитную активность памятник человек с крыльями проявляет в летний период. В это время года геодезисты стали замечать смещение фигуры на постаменте на несколько сантиметров в сторону солнца. А жители окрестных домов сталкиваются со странными явлениями, объяснений которым попросту нет. В одном из домов началась массовая поломка электроботовых приборов. стадо быстро выходить из строя лампочки, причем даже энергосберегающие. И стадо очень необычно вести себя машину. В одних случаях эти машины невозможно было завести, в других случаях эти машины невозможно было отключить, они продолжают работать, даже в том случае, если из них начинают вытаскивать аккумулятор, что теоретически быть как бы не могло. А чтобы завести эту машину, ее нужно было откатить чуть ли не на полквартала, тогда она вновь заводилась. Странности вокруг памятника на берегу Волги происходили достаточно долго. Казалось, что неизвестная сила управляет словно взбесившимися электроприборами. В доме, который находится в двухстах метрах от знаменитого Паниковского с Гусем, в одночасье словно по команде перегорели не только электролампочки, что в принципе можно было бы объяснить скачками напряжения в городской электросети, но и вышли из строя приборы, работающие от автономных источников питания, мобильные телефоны и компьютеры. По крайней мере, опросить жильцов этого дома, посмотреть непосредственно прибить на место происшествия. Я был как один из приглашенных экспертов задействован в этом деды, и поскольку со мной находился один из приборов, фиксирующих изменения электромагнитного пода, то в какой-то момент этот прибор выдал, что да, действительно идет достаточно сильный электромагнитный импульс. Очевидно, что представители инопланетных цивилизаций ведут жесткий контроль и следят за тем, что происходит на этой территории. Для них, настоящих хозяев галактики, это крайне важно. Самара де-факто является космической столицей мира, потому что те двигатели, которые производятся на заводе «Прогресс», они идут не только для наших российских ракетоносителей, но и для американских. Внеземной разум, изначально позволивший человечеству совершить первые шаги в процессе покорения космоса, буквально заморозил научно-технический прогресс землян. Если взять глобус размером полтора метра, такие в свое время продавались, и положить щекой вот так вот голову на поверхность этого глобуса, то глаз будет находиться на высоте примерно два сантиметра, что в масштабе означает как раз это космическое пространство, которое мы покоряем, атмосфера 200-300 километров, вот тут сейчас спутники летают, но это же все равно, что поверхность земли, все равно, что ползают плоскатики. Мы еще в космос сегодня факты говорят о том, что за последние 50 лет очевидного успеха в покорении космоса не наблюдается. Несмотря на все попытки человечества вырваться за пределы околоземной орбиты, что же мешает нам бороздить просторы Вселенной? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok